На улицах гонконгских городов можно купить специально скрытые кокосовые орехи, зеленые кокосовые орехи, которые содержат в себе кокосовое молоко. Но в туристических зонах они стоят довольно дорого. Мы нашли в обычном универмаге Tesco Lotus довольно дешево, то есть по 18 бат. На улице в туристических зонах их открытые продают по 40-60 бат. Мы сначала не знали, как его открыть, но посмотрели в интернете и нашли способ получился. У меня, конечно, опыт открывания пока что только одного ореха, но мы сейчас попробуем его вскрыть правильно. После того, как их снимут с дерева, они вообще такой обычный зеленый орешек, его специально обрезают. Снизу делают плоское донышко, чтобы он мог стоять, сверху срезают на конус и по краям на цилиндры где-то не срезают, чтобы меньше места занимали. Как вскрываются эти орехи? Если у вас есть что-то типа азиатского ножика-топорника, можно тупо сделать несколько ударов и отрезов и скрыть крышечку. Если его у вас нету, как у нас, кто же его будет с собой возить на самолете огромным грузом, можно поступить по-другому. Для начала мы, ну как бы, вскрываем вверх от пленки, если он у вас в пленке. На улице бывают такие, которые все и так просто расстрижены. И срезаем мякоть вокруг верхней части, которая связана на конус. Когда они скрываются долго, я уже заранее один обрезал таким образом. Вот он, вы можете видеть, я покажу. Внутри этой мякоти скрывается известный нам обычный кокосовый орех. Просто которые привозят в магазин к нам, они уже совершенно высохшие, там уже нет практически никакой жидкости. И белая мякоть, которая внутри ореха, она уже созрела, она уже твердая, волокнистая и жирная. Тут она кремообразная и практически несъедобная. Но зато он полный кокосового, ну не столько кокосового молока, сколько кокосового сока позрачного. Как же он скрывается? На самом деле, где-то примерно, по-моему, на третьей от верхушки кокоса, тут идет маленькая такая, как бы, не трещинка, не прочность. И если просто по нему постучать, ее можно найти. Вот я сейчас беру нож и пытаюсь простучать. В прошлый раз она очень удачно сама в каком-то из мест откололась. Вот, видите, он треснул ровно по этому месту. Дальше мы его тупо вскрываем по этой линии. Вот, видите, уже, ай-яй-яй, жидкость-то уже льется. Вот он, видите, полный кокосового молока. Что мы дальше берем? Мы берем трубочку, вставляем и пьем. Все, все легко и просто.